Обучать аграрным профессиям в республике начали со школьной скамьи. На базе 10-й школы открылись вторые инженерные каникулы, в рамках которых ребята узнают о профессиях будущего и окунутся в рабочую среду. Ученики сами смогут составить карту местности, спроектировать 3D-модель здания, а также изготовить асфальтную смесь. Вот ты сделал так сразу, надо еще один оборот сделать. И перекос, видишь, веревка на веревку луза. Изучить навыки выживания, попробовать завязать морской узел и реанимировать человека в экстремальных ситуациях. Теперь по силам семиклассникам 10-й школы. После окончания третьей четверти ребята пришли на второй недельный курс инженерных каникул. Несмотря на то, что они уже знакомы с тонкостями аграрно-промышленных профессий, ученики не останавливаются на этом и хотят узнать все больше полезной информации и улучшить свои навыки. Лена Рыбакова с восхищением вспоминает свои первые инженерные каникулы, поэтому, не раздумывая, пришла сюда во второй раз, пока она еще не выбрала будущую профессию. Но в приоритете актерское мастерство и агроинженерия. Мне нравится проводить время с новыми людьми, узнавать больше. Например, сейчас я узнала о том, как правильно беру помощь оказывать. На уроках УПЖ нам преподавали этот метод, но сейчас тут я более углубленнее узнала об этом. Все, лег, да? Теперь вот управляем, что мы готовы лежать на земле. И колено? Ножку поправим. И выше колено. Максим Запасов еще тоже не определился с будущей профессией. Ему интересно как IT-сфера, так и проектирование зданий. Поэтому инженерные каникулы для него – отличный шанс погрузиться в мир инженерии и решить для себя, кем он станет в будущем. Пришел узнать больше нового инженерии в этой сфере. Я хочу побывать на занятии по строительству, изучить состав бетона, попробовать замешать его. Каждое занятие проходит под присмотром квалифицированных педагогов. Школьники получают не только теорию, но и возможность попрактиковаться. Такой подход полностью погружает ребят в профессию. Мы показывали сейчас, разбирали универсальный алгоритм оказания первой помощи, сердечно-лёгочную реанимацию и восстановительное положение, то есть устойчивое боковое положение. То первый раз, тому, конечно, сложно. Всё это дело – практики. Получается, надо практиковаться, практиковаться, практиковаться. Первая помощь никуда без практики не идёт. Инженерные каникулы помогают молодому поколению сделать верный шаг в выборе профессионального пути. По прогнозам специалистов, в ближайшие годы на рынке труда в России значительно вырастет спрос на агрономов-генетиков, аграрных экологов, зоотехников и представителей других специальностей в этой сфере. Появилась такая задумка, что надо заниматься ранним профориентированием детей, а именно седьмого класса. Девятый и десятый класс – это хорошо, но надо начинать порачить. Тем более, рынок России, рынок республики Морел чувствует необходимость в инженерных специальностях. Причём мы к этой проблеме подходим комплексно. Мы начинали с основных агроинженерии. Сейчас мы получили возможность освоить промышленные инженерные специальности. Ну и в этом векторе мы дальше начнём двигаться. Проект «Инженерные каникулы» бесплатный для учеников 10-й школы и рассчитан на все каникулярные периоды в течение учебного года. Закрытие смены состоится 29 марта, где всем участникам вручат паспорт «Открой себе инженера». Субтитры создавал DimaTorzok